Произвольный треугольник, не очень тупоугольник, то есть все углы, угол А, угол В и угол С меньше 130 градусов. Внутри него найти такую точку П, чтобы сумма расстояния была бы минимальной возможной. Точку П называют точка фирма Торричелли. Иногда просто точка Торричелли. Торричелли – это тот самый физик. Да, 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 который много чего сделал про давление. В смысле? Вы зря думаете, что ученый сделал всегда в жизни только то, зачем о нем написали в учебнике. Если бы это было так, то жизнь была бы какая-то очень короткая. Понимаете? Нет, нет, я больше всего скажу. Чаще всего в учебники человек входит вовсе не за то, чем он занимался. Потому что ведь как? Чтобы человека запомнили, надо, чтобы была какая-то короткая вещь, которая всем нравится, и вот ее запомнили. То есть некая бирга такая. А жизнь, она обычно все-таки не биргая, она обычно вовремя. Это я не очень хочется читать. Паскальчил тоже физиком. Что? Паскаль тоже физиком был. Разумеется, и Паскаль много всего это делал, не только то, за что он написал учебники. Да? А где-то вот тенденскопы написаны? Минимум. Да. Ну так, так поставить точку П, чтобы сумма длин отрезков была бы самой-самой короткой из воздушек. В столе просверлили три дырочки. Через них спустили грузики одинаковые массы. Ну там поставили какие-нибудь блоки, чтобы не было трения. И связали в одном месте, в точке П, после чего отпустили. Грузики тянут вниз, стараются, чтобы в сумме оказаться как можно ниже. Естественно, что когда-то эта система придет равновесие. Вопрос. В каком месте окажется точка П? То есть, где надо взять и данное положение в точке А, В, С, точку П, чтобы сумма расстояний от точки П до точки А, В, С была бы минимально возможна. Удивительным образом эта задача решается при помощи поворотов. Что надо сделать? Нарисовать равносторонний треугольник. Смогу? Да. Давайте вот эту точку обозначим Д. А, В, Д равносторонний. И при повороте на 60 градусов точка А переходит в точку Д. Так? Да. После чего? Да. После чего? Давайте здесь поставим какую-нибудь точку. Сказать, что точка П куда-то переходится. Пока все понятно? Да. Точно? Да, конечно. Конечно. А вот теперь выступает самое главное. Вот у нас есть отрезки ПА, ПБ и ПС. Смотрите, понятно ли вам, что отрезок ПБ – это то же самое, что отрезок ПБ? Да, Нина? Да. Сетный отрезок разного. Почему сетный? У нас здесь вам поставили тюблю. Ага. Мы повернули на 60 градусов. Значит, ПБ – это то же самое, что ПКУ. Согласны? Согласны. Замечательно. А вот теперь, если вы мне сейчас скажете, где на этой картинке есть отрезок ПА, так расположенный, что наши три отрезка выстроились в что-то вроде ломаной, то задача вылечена. Куда? Молодец. А почему? Почему отрезок АП равен Д? Потому что у нас поворот. Да. Потому что поворот. Давайте эти два треугольника, это что здесь, что такое? Вот есть такой треугольник и есть такой треугольник. Видите? Да. Итак, у вас есть произвольный треугольник. Да, здесь очень важно, все вот эти углы меньше, потом мы не поймем, почему важно, все углы меньше стаду таких. Отрезки выстроились в такую ломаную. С, П, У, Д. Так? Да. Но, внимание, вы понимаете, что концы этой ломаной не зависят от точки П? Ну, да. Значит, если я напрямую соединю, то ломаная будет больше или равна, сумма этих трех отрезков, будет больше или равна, чем С, Д. Значит, я доказал потрясающую вещь. Вот это больше или равно, чем С, Д. Понимание, как устроить С, Д? Мы рисуем на стороне А, Б, равносторонний треугольник и соединяем точку С, Д, так? Да. Так. Вопрос. А, ну, конечно, замечательно, что неравенство. А можно ли точку П сделать такой, чтобы ломаная, вот это вот, С, П, У, Д, в точности совпало бы с этим отрезком? Ответ, да, конечно. Ребята, мы можем с точки П на этот отрезок опустить, как на треугольник, и здесь отложить по 30 градусов, и тогда здесь возникнет что? Правильный треугольник. Понимаете? Понятно или нет? Здесь возникнет односторонний треугольник. Вот. И это и будет та самая точка. Обратите, пожалуйста, внимание. Если здесь 60 градусов, то здесь 120. Это вот угол С, П, В, это будет 120 градусов. На самом деле, мы могли взять точку П, а какую-то другую точку, или ту точку, все уголы будут по 120. Теперь вопрос. Почему я обязательно требую, чтобы было меньше 120? А очень просто. Господа, я с вами говорила, у нас вот этот угол 120. Если бы этот угол был больше 120, то у нас точка П выкрыла бы за пределы, и все было бы совсем не так. У нас эта ломаная, она сложилась. В общем, это потом объяснимся. Сейчас произошло следующее. При помощи поворота на угол 60 градусов мы разобрались с ситуацией, когда все уголы меньше 120. Правда, я строго это не объяснил, но тем не менее, поверьте, что по сути это так. Если мы могли посмотреть, когда что-то где лежит. Что теперь надо сделать, чтобы окончательно решить задачу? Разобраться с ситуацией, когда не так. То есть какой-нибудь угол это 120 или больше. Оказывается, если взять вот такой вот другую лиму, у которого не больше 120 градусов, ответом является прямо вот эта точка. То есть точкой П, для которой минимальная сумма на длину отрезков, будет являться вершина другого угла. Дан треугольный поворот Ц, найти точку П, для которой сумма расстояния АП, БП и ЦП минимально возможна. Один из способов решения, это поворот на 60 градусов, а другой способ основан на замечательном свойстве крайнего треугольника. Давайте я это свойство сейчас покажу. И у нас все получится. Представьте себе, что есть равносторонний треугольник ХЛМ. Внутри него взята любая точка Д и проведены перпендикуляры. Ну, естественно, что у этих перпендикуляров есть какие-то длины. Давайте пусть это будут отрезки Х, У и З. А у всего треугольника есть высота. Давайте длину этой высоты обозначим такой Х. Повторяю, треугольник равносторонний. Оказывается, сумма Х, У и З – это в точности высота Х. Повторяю условия задачи. Если нам дали равносторонний треугольник и внутри него отметили любую точку и опустили перпендикуляры, то сумма длин этих перпендикуляров равна высоте, в частности, не зависит от положения точки Д. Понятно? Высоте из любой высоты. А если треугольник равносторонний, то все три высоты у него одинаковые. У равностороннего треугольника, вы сами понимаете, какую сторону берешь, неважно. Они себя изнаходят. Ну вот, соответственно, на первый взгляд никакой связи нет. Взяли равносторонний треугольник и внутри него любую точку. Опустили перпендикуляры из этой точки на сторону. Докажите, что сумма длины этих перпендикуляров не зависит от положения точки Д, а зависит только от треугольника. То есть, на самом деле, это будет просто высота равностороннего треугольника. Дополнительное обстроение. А давайте вы нарисуйте три треугольника, у каждого из которых есть вершина Д. Чтобы вот эти вот отрезки, Х, И, И, З, были бы высотами. Возникли три равносторонних треугольника. Согласны? Почему они равносторонние? Потому что мы проводили параллельно. А значит, если был угол 60 градусов, то он не мог испортиться. Здесь вот был 60 градусов, значит и здесь будет 60. И здесь будет 60. Ну и там. Везде 60. Отлично. А теперь понимаете ли вы, что основание вот большого треугольника – это сумма трех сторон маленьких? Очевидно? Угу. Вот давайте сторону обозначим, как мы, Эль. Вот эти вот отрезки обозначим С. Вот здесь вот А. Здесь вот А. Есть параллелограмма. Видите, вот эти параллельные, значит, здесь тоже С. Правильно? Да. Замечательно. А и это тоже параллелограмма. Значит, здесь А и там А. Видите? Все. А плюс Б плюс С – это у нас Эль. Вы, конечно, скажете, ну и что? Это же не Х или Х. Посмотрите, в равностороннем треугольнике высота, во всех равносторонних треугольниках, в одно и то же количество раз отличается от стороны. 3А квадрата будет значительно. Да, да, да. Теоремия Пхагома. То есть, если вы рисуете равносторонний треугольник со стороной А и высотой какой-то Х, то смотрите, вот это А пополам, и у вас есть А. А в квадрате – это есть А в квадрате разделить на 4 плюс Х в квадрате. Да? Вот. Ну, станете чуть-чуть старше, будете писать так. Х разделить на А – это называется синус 60 градусов. И этот самый синус 60 градусов, как видно вот отсюда, это корень из трех половинок. На самом деле, мне совершенно не важно сейчас, чему равен конкретно этот синус 60. Важно, что все числа вот этой строки в одно и то же количество раз отличаются от числа вот этой строки. Это значит, что я доказал так? Так. На самом деле, у этой задачи есть и другое решение. Смотрите, я мог просто-напросто отрезать кусочек. Смотрите, провожу горизонталь, то есть параллельный отрезок К, и через точку D. Вы видите, что в таком случае вот этот отрезок правильно этому. Видели? Что осталось? Как? От высоты осталась высота вот этого треугольника. Правильно? А Х и ИК остались. Что я теперь делаю? Я говорю, что в стороне треугольника все высоты одинаковые. Поэтому я совершенно естественным образом могу смотреть не такую высоту, а вот такую. Правильно? Отлично. Понимаете ли вы, что я теперь отрежу отрезок длины Х? Вот этот отрезок будет равен этому. Зависит? Замечательно. И останется равносторонний треугольник, и Y это его высота, а здесь то, что осталось от резка H. Они, разумеется, равны. Все? Все. Отлично. Это была подготовка для решения вот этой вот задачи. Найти точку P, для которой АП плюс ВП плюс ЦП минимально. Я сейчас рассказываю совсем заново, то есть без учета того, что у нас в прошлый раз было другое решение. Но есть два случая, когда у этого треугольника есть угол 120 градусов и больше, или такой угол отсутствует. Пусть все углы меньше 120 градусов. Я сейчас сделаю так, я найду внутри этого треугольника, он мне взять уже равносторонний треугольник, все, что мы знаем, все углы меньше 110. Так вот, я сейчас построю два равносторонних треугольника. Один здесь, на стороне АЦ, а другой вот здесь, на стороне ВЦ. Понятно, что вот это вот вовсе не обязательно прямая, да? Неудачно у меня это только получается, почти 60 градусов. Здесь вот точка будет В штрих, здесь точка А штрих, и провожу два треугольника. В штрих, В штрих, и А штрих. Ребята, очень важные вещи. Угол С был меньше 120 градусов, поэтому вот этот вот угол, АС А штрих, меньше 180. Это понятно? И здесь то же самое, было меньше 120, этот 60, значит, это меньше 180. Что это означает? Это означает, что вот этот вот четырехугольник АС А штрих В, это настоящий выпуклый четырехугольник. Понятно? Если бы угол С был больше 120, то было бы безобразие. У нас у четырехугольника один из углов был больше 180. Так нельзя. В смысле, картинка, наверное, выглядит бы по-другому. Этот отрезок был бы с другой стороны. А сейчас у меня все идеально. То же самое. Здесь этот угол меньше 180, этот меньше 180. Значит, эти два отрезка где пересеклись? Внутри треугольника. Отлично. Они пересеклись внутри треугольника. Вот, оказывается, это и есть искомая точка. Ну, правда, я пока еще не знаю, искомая точка. Поэтому давайте я ее обозначу как-нибудь буквой Т. Итак, пишем Т. Точка пересечения отрезков А, А, Штрих и В, Б, Штрих. Сейчас в качестве упражнения, строго говоря, для доказательства мне это не нужно. Но для того, чтобы вы лучше поняли картинку, пожалуйста, докажите, что длины отрезков А, А, Штрих и В, Б, Штрих равны. Это само по себе приятная диетическая задача. А, А, Штрих равно В, Штрих. Для любого треугольника. Здесь прямо просто разные треугольники. У нас здесь этот общий угол, здесь угол 60, здесь угол 60. Отлично. Эти уголи равны В, С, Трех, С, В, угол А, Штрих, С, А. Да. Это треугольник А, С, А, Штрих и В, Штрих, С, В. Отлично. Спасибо. Все поняли, что я сказал? Да. Кстати, можно было то же самое сказать немножко короче. Есть поворот на 60 градусов вокруг точки центра. Этот поворот, смотрите, что делает. В, Штрих, переводит в А, а точку В переводит в А, Штрих. Соответственно, он переводит отрезок В, Штрих, В, туда, в А, А, Штрих. В, Штрих, В переводит в А, А, Штрих. А теперь вопрос. Какой здесь угол между этими отрезками? Здесь нету. Угол в точке Т. Давайте такой угол. В, Штрих, Т, А. Ну, или то же самое, А, Штрих, Т, В. Вертикальный угол. Какова величина этого угла? При повороте вокруг точки С. Видимо, я уже 10. А? Я уже 10. 10. Все поняли? Да. При повороте у нас любая прямая поворачивается на угол поворота. То есть была прямая В, Штрих, В, повернулась, стала прямой А, А, Штрих. Значит, какой здесь угол? 60. Тот самый угол. Те самые 60 градусов. Ребята, а теперь очень важная вещь. Вот, если есть два угла по 60 градусов, что мы сразу можем сказать при помощи теорема В, П, С, Т, В? Если есть два одинаковых угла, опирающиеся на отрезок А, Штрих, В, что в таком случае сразу верно? Они равны. Углы равны, я понимаю. И что можно сказать? А они сжат на Р, Б, Д. Молодец. Значит, четыре точки А, Штрих, С, Т, и В лежат на одной окружности. Вот давайте я ее обманусь. Извините, что у меня получилось не очень ровно. Но если что-то точно рисовать, то поверьте, как это будет. Отлично. А здесь, видите, то же самое? Значит, здесь что будет? Тоже окружность. Ребята, оказывается, точка Т – это не просто точка, а это точка пересечения описанных окружностей двух треугольников. Вы на стороне В, С нарисовали односторонний треугольник, и на стороне А, С нарисовали односторонний треугольник. Понятно? А дальше еще интереснее. Что будет, если я сейчас проведу отрезок С, Т? Б штрих Т, С опирается на эту дугу. Так? Да. Замечательно. А вы помните, что вот этот треугольник был на стороне? Значит, этот дугол был 60 градусов. Да. И значит, этот 60 градусов. Так? Да. Отлично. А теперь, С, Т, А штрих опирается на эту дугу. А С, Б, А штрих какой был? 60. Тоже 60. Ребята, тут получилось огромное количество углов по 60 градусов в каждом. Видите? Да. Замечательно. А сколько будет 60-60? 120. Значит, вот этот угол 120. И этот угол 120. А значит, этот угол? 120. 120. А если он 120, то когда я здесь нарисую на стороне треугольник, то это тоже будет окружить. Видите? Да. То есть, точка Т лежит сразу на трех окружающих. Все? На самом деле, мне важно, что вот эти вот углы по 120 градусам. А, Т, С, Б, Т, С и А, Т, Б – это все по 120 градусам. Потому что я сейчас буду применять вот эту задачу. Видите? Я сейчас буду применять вот эту задачу для решения этой. Для этого надо как-то нарисовать большой равносторонний треугольник. Наверное, вы уже догадались как. Когда у меня есть вот эти вот отрезки под 120 градусов, я здесь нарисую перпендикулярную. И здесь к отрезку АТ я нарисую перпендикулярную. Ей понятно? Кстати, здесь будет 120, там будет 60, и они даже пересекутся на этой окружности. И здесь я нарисую перпендикулярную. Ну, вот такой вот этот треугольник. Ой, вот здесь вот они должны пересечься на этой окружности. Что-то у меня кривое уже получилось. Ну, в общем, вот как-то так. Ладно. Ребята, не важно. Я боюсь, что на этом чертеже уже ничего не видно. Поэтому я сейчас все перерисую. Потому что вот эти окружности мне уже не нужны. А мне нужен только этот большой треугольник. Понятно, да? Есть у нас произвольный треугольник АЦБ. АЦБ, все углы у которого меньше 120 градусов. Внутри него мы с вами как-то вот сумели найти точку, из которой все стороны видны от 120. Вот они такие вот. Я думаю, что это не 60, а 120. Дальше вот это вот великая конструкция. Поскольку везде это 120, если я сейчас нарисую этот гуляр, здесь нарисую этот гуляр, и здесь нарисую этот гуляр, то возникнет равносторонний треугольник. Так, все поняты, да? Почему он равносторонний? Потому что если здесь 120, а здесь 90, и здесь 90, то по сумме углов четырехугольника получается 60. Ну, чтобы сумма была 30. Все, отлично. Значит, все углы у него 60 градусов. И сейчас мы вспоминаем, что вот эту точку мы называли буквой Т. Она вот такая, чтобы все по 120 градусам. А там где есть какая-то другая точка П. Совершенно преисбольная точка внутри треугольника АВС. И нас интересуют, как помните, расстояния от точки П до точек АВС. Понятно? Отлично. Давайте это вскоре нарисуем. Вот он отрезок ПВ. Отрезок ПС, отрезок ПА. Господа, дальше очень важная история. Я опускаю перпендикуляры из точки П. Согласитесь, я имею право это не буду. Правда? Перпендикуляры к сторонам треугольника КЛМ, потому что он рамостан. Про АВС мы особо ничего не знаем. Про АВС мы ничего не знаем. Правильно? Он любой. Ну, условие того, что все углы меньше 120 градусов. А вот этот треугольник, он у нас разносторонний. Вот они, как мегуляры. Господа, давайте как-нибудь посмотрим, что у нас есть. вот у нас есть вот у нас есть треугольник, х, 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 х. Уже пора написать неровности. Поехали. ПА плюс ПВ плюс ПС больше или равно, чем х плюс х плюс х плюс х. Это в силу понятно или нет? Почему? Потому что гипотенуза больше категор. Наклонная больше перпендикуляра. Понятно? Отлично. А дальше это же перпендикуляра. А мы с вами решали задачу, что какую точку не бери, сумма перпендикуляра будет одна и та же. Правильно? Да. Значит, это равно ТА плюс ТВ плюс ТВ плюс ТВ. Х секретарь. Что? Х секретарь. Сумма. Конечно. Что такое х плюс ТВ плюс ТВ? Это сумма расстояния от точки П до сторон большого большого. А что такое ТА между ТВ плюс ТС? Это тоже сумма расстояния только от точки Т до сторон того же самого. И мы с вами знаем, что должно быть одно и то же. А теперь внимание. Сумма расстояния от точки П больше или равна чем сумма расстояния от точки до этой. Причем, между прочим, когда здесь должно быть равенство. Когда все вот эти вот треугольники на самом деле выражены. Правильно? ну, когда вот эти вот расстояния все ну, это означает, что в таком случае П и Т это просто должна быть одна точка. Даже здесь везде было равно. Значит, если П равно Т, то, конечно, это будет равенство, а во всех остальных случаях будет строгое неравенство. Все, задача решена. Поняли? Заметьте, чрезвычайно короткое расстояние. Неравенство получилось в точности вот следствием из-за замечательного свойства равностороннего треугольника. Все, отлично. Теперь, чтобы до конца решить задачу, надо рассмотреть ситуацию, когда у треугольника есть угол 120 раз или больше. Комментарии по поводу этого решения. У нас было два способа, а давайте еще и третье скажу. Смотрите, площадь любого треугольника это половина произведения высоты на его соответствующую сторону. Так? Так, а смотрите, если я соединю точку D с вершинами, у меня же треугольник KLM разобьется на треугольнике KDM, LDM и KLMD. Понятно? Площадь каждого из них очень просто считается. Надо взять длину стороны и умножить на X пополам поделить, на Y пополам поделить, на Z пополам поделить. Так? Все. Смотрите, площадь всего треугольника это LH пополам. L это сторона, H это высота. Это есть LX пополам плюс LY пополам плюс LZ. Поняли? Так, почему это важно? А потому что если просто равносторонний треугольник, то да, мы говорим про какие-то параллелограммы, равные и так далее, да? А площадь можно записать для любого треугольника. Другое дело, что стороны будут разных длин и нельзя будет везде писать LLL, да? Но в принципе такое соотношение повторяю, есть для любого треугольника. И вот оно-то сейчас нам и поможет. объясняю. Когда есть треугольник ABC, в котором один из углов 120 градусов или больше, то я, конечно, не могу построить, как в прошлый раз, точку внутри, чтобы там были по 120 градусов. Просто такой, что нет внутри треугольника. Но я могу посмотреть, что здесь треугольник. Вот есть вот этот очень дупой угол. Да? Вот это больше или равно 120 градусов. Вот это какая-то точка A, B, C, да? Смотрите, что я сейчас могу сделать. Нарисовать перпендикуляры к отрезкам B, C и AC. Под каким углом они пересекутся? Вот здесь больше 120, здесь 90, здесь 90. Что мы знаем про этот угол? Он будет не больше, чем 60 градусов. Согласны? Да. Замечательно. Правда, я еще не вписал треугольник об этом ни во что. Так давайте это сделаем. Я здесь проведу B, 3, C, как-то пройдет. И на эту бисектрису опущусь в точную цепь пузыкуляр. Тогда у меня возникнет треугольник, который я тоже, как в прошлый раз, назову КЛМ. Он уже неравносторонний. Но он какой? Равнобедленный. Почему? Потому что у него бисектриса является высотой. А вы знаете, что если висектрис и высота совпалит, то треугольник равнометра. Так? Отлично. Вы сейчас должны взять любую точку P внутри треугольник A, B, C. Кстати, а всем понятно, почему внутри? Почему точка P собственно говоря должна лежать внутри? Потому что если точку P например берешь вот здесь, то можно ее приблизить, уменьшив все длины отлета. Правильно? Или если точку P берешь здесь, то можно опять уменьшать. То есть если точка P вне треугольника, то она не является решением задачи. Имеет смысл смотреть только точки внутри треугольника. Ну или решением. Кажется, что наилучшая сумма, самая маленькая, это когда P равно C. нужно доказать. Надо взять точку P в треугольнике A, B, C. Согласитесь, что это можно. Какой-то там ключ. Дальше. Из нее надо опустить перпендикулярно. Мы это делаем. Да, вот это будет X длина, это будет Y и там будет Z. Все понятно? Дальше вы должны писать вот такое неравенство. Если можно задворить. P A больше или равно. Но опять, равенство в случае, если это просто совпадает с точкой C, больше или равно, чем X плюс 0. Все понимают, почему это так. По той же причине. X это перпендикулярно. А P A это наклонное. окей, потому что потому что в прямоугольном треугольнике гипотенуза самая длинная. Хорошо. А вот дальше у нас нет равенства. Вот этого равенства, что X плюс Y плюс Z равно 2 А плюс 0. У нас просто нет. Можно не равенство и кое по с но у нас есть соотношение на площади. Поэтому давайте мы как-нибудь обозначим стороны большого треугольника. У меня предложение такое. Вот это будет L, это будет L, а это будет M. Понятно, почему L? L, потому что равновидно. L и так пишется с ручком. L? Да. Правда, еще внизу тоже небольшая. Ага. И там L. Отлично. И будете добрым написать двумя способами площадь треугольника KLM. Первый способ понятный какой. XL пополам плюс YL пополам плюс ZM пополам. Правда? Пишите. Да, да, да. X XL пополам плюс переход на новую строчку, чтобы ничего не лезть. YL пополам плюс переход на новую строчку. Опять же нахуй. ZM пополам. Да. ZM пополам. Отлично. Так вот, это одним из носов записали. Это то же самое, что... Равенство должно быть ровно на уровне знака уровня. Так, у вас маленькая доска, поэтому, что вы видите, сюда равно. А равно получается... Источник С. Да, да, да. Только M уже не будет. Только когда источник С, там предстояние нулевое. Это будет AC умножить на L пополам плюс умножить на L или это не умножить на L. Да. Замечательно. Но заодно не может быть так. Да. Плюс да, да, да. B, C да, умножить на L. У вас точка C лежит на отрезке LK. Точка C лежит на отрезке LK, да? Да. Отлично. А теперь смотрите, какая прелесть. Если вы двойки отовсюду уберете, то на самом деле ничего не изменится. Естественно. И еще дальше очень важная вещь. M меньше или равно чем L. Понятно? Да. Значит, если вы здесь напишите не M, а L, то от этого вот эта величина что сделает? Увеличится. Значит, здесь надо сказать больше или равно, а здесь L. И что теперь можно сделать? все двойки выкинуть, все L-ки выкинуть, они никогда ничего взять не надо. Потому что у вас здесь останется X плюс Y плюс Z. А здесь АС плюс БЦ. Значит, больше или равно АС плюс БЦ. У вас была сумма расстояний от точки P. Была? Да. Ну, а здесь сумма расстояний от точки C. Ну, плюс ЦЦ можно написать или угодно. А СЦ это 0. Значит, для точки P вот эта сумма больше минимальной, когда P равно C. Все, спасибо. Замейте, пожалуйста, разница небольшая между суждениями, во втором чуть-чуть сложнее, потому что пришлось писать форму Мне очень нравится эта штука, потому что замечательный пример того, как лимитарная лимма правильный треугольник, но помогает в решении задачи. На самом деле, когда вы станете старше, то вы поймете, что анализ позволяет эту задачу решать, что будет еще легче, но это уже не так важно. Количество, в конце концов, это не самое главное. Давайте-ка мы сейчас сделаем следующее. Возьмем треугольник, у которого угол больше или равен 120 градусов. И вы докажете вот это неравенство при помощи поворота на 60 градусов. То есть, у нас с вами, помните, было первоначальное рассуждение с поворотом. Помните? Там вы брали точку внутри треугольника, поворачивали на 60 градусов. Помните? Замечательно. Так вот, давайте что-то похожее сделаем сейчас, для того, чтобы вы не думали, что вот это рассуждение является единственным возможным способом. То есть, оно замечательное, оно очень красивое, но не единственное. В принципе, можно и по-другому. Значит, итак, забываем все про площади, про это достраивание до равноведренного треугольника. Все это забываем и рассуждаем так, что вот нам дали треугольник, у которого угол С по величине 120 градусов или больше. И нужно без вот этих вот x, y, z доказать неравенство. Интересно, сможете ли вы это сделать? Вот она какая-то точка. Ну, я понимаю, что это не просто сделать. Но с другой стороны, это же умное. Надо увидеть, что это очевидно. Для этого, в идеале, надо бы отрезки ВА, ВВ и ВС, что называется, распрямить. Ну, не получается распрямить, хотя бы видеть какой-то ломаной и расположить. И очень важно. Эта ломаная должна быть очевидно больше, чем АС плюс ВС. Значит, как должна в принципе пройти эта ломаная? Она должна как-то содержать в себе ломаную АС. Понимаете? Замечательно. Как выглядела наша той ширина? Мы рисовали равносторонний треугольник. Точку В поворачивали и что-то такое делали. Но видно, что вот в эту сторону не очень получается. Не очень получается. Давайте попадаем сюда. Рисуем здесь равносторонний треугольник. Это вот какая-то точка А-штрих. Это какая-то точка А-штрих. Слушайте. А ведь между прочим, ВС и С-А-штрих это одно и то же. Понятно? Угу. По-моему у нас появляются эти шансы. Смотрите. У нас же ведь есть отрезок А-П. Вы его помните? Угу. Был такой отрезок? Да. А-П. Отлично. 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 Что будет, если мы повернем точку В вокруг точки В? Здесь же возникнет равносторонний треугольник. Согласны? Возник? Возник. Так значит отрезок В-П вот этот. Увидели? Осталось чуть-чуть. Что осталось сказать? Ребят, вот она вот. А-С-А-штрих. Она продлинеет то же самое, что А-С-Б. Потому что С-А-штрих и С-Б одно и то же. Ну где еще один отрезок рисовать? А-штрих и та точка, которая... Конечно. Давайте отрезаем точку А-штрих Ку. Вот она отрезок. А чему он равен? А? Чему он? ЦП. ЦП, конечно. А почему он равен ЦП? Потому что при повороте на 60 градусов вокруг точки В, у нас П переходит в Ку, а С переходит во что? Согласны? Угу. Потому что все, решили. Ребята, вот у нас есть ломаная вот такая. И у нас есть вот такая ломаная. При этом вот этот вот треугольник содержится в таком четырехугольнике. А про выпукла фигуры у нас была такая теорема, что если одна выпукла фигуры содержится в другой, то периметр внутренний меньше, да? Меньше. Все? Все?